Существуют ли далекие земли на самом старом анархосервере Майнкрафта? Этот вопрос задается еще с 2011 года. Для большинства игроков дальние земли являлись мистическим местом, которое существовало в ранней версии Майнкрафта где-то на самом краю мира. В течение многих лет вопрос о том, существуют ли далекие земли на 2B2T оставался неразрешенной загадкой. И сегодня мы попробуем ее разгадать. Правда ли, что они есть где-то там далеко, или же все доказательства этого являются простой мистификацией? Мы попытаемся разобраться, как дальние земли могли быть сгенерированы на 2B2T, а также проверить потенциальные доказательства, среди которых разговор с некоторыми старыми игроками сервера, а также просмотр возможных фото этой местности. Если вы не знакомы с самым старым сервером без правил в Майнкрафт, 2B2T, а также с его почти десятилетней истории, то советую вам ознакомиться с ней, нажав на кнопку подписаться под этим видео. Хорошо, теперь ничего не мешает нам начать. Несмотря на то, что в Bedrock версии игры до сих пор существуют чанки дальних земель, их не было в Java версии очень долгое время, до 2011 года. 2B2T был открыт в 2010 году, следовательно, сервер существовал как раз в то время, когда генерация дальних земель была возможной. Но это был не очень-то большой промежуток. Если предположить, что кто-то и пытался совершить путешествие туда через весь мир, это было бы, скорее всего, невозможно без использования эксплойтов. Ютубер Кёрт Джеймак отправился туда в 2011 году, и он всё ещё в пути на сегодняшний день. Если же принимать во внимание Нижний мир, то это становится чуть более возможным, но всё же маловероятным. Пользователи Реддита 2B2T объяснили следующее. Нижний мир был реализован для мультиплеера в версии бета 1.6, а дальние земли были удалены в версии бета 1.8. Получается, было только 112 дней для того, чтобы кто-то дошёл до далёких земель. Даже без зачарований или спринта, по идее, возможно было бы добраться до дальних земель вовремя, используя Нижний мир. Но количество работы и ресурсов понадобилось бы просто астрономическое. Скорость ходьбы в Майнкрафте составляет 4,3 метра в секунду, и получается, что это заняло бы чуть более четырёх полных дней без остановочной ходьбы. Рытьё адского камня при помощи незачарованной алмазной кирки было бы достаточно быстрым, чтобы просто продолжать идти вперёд, но потребовалось бы более 16 тысяч алмазных кирок, чтобы прорыть туннель от нулевой координаты. В то время, конечно, был дюб предметов, но было ли его достаточно, чтобы создать 16 тысяч алмазных кирок? Проблема была не только в этом. Каким образом пришлось бы нести их все? Нет, ящики шалкера тогда ещё просто не существовали, так что в той версии игры вряд ли кто-то мог это сделать. Однако это ведь 2b2t, и тут есть другие способы достижения цели, включая эксплойты. Поэтому я решил спросить давних игроков на 2b2t об их игровом опыте в то время, и знают ли они что-то о существовании далёких земель. И вот что они сказали. Икси Ситу, легенда 2b2t и один из самых первых игроков на сервере, рассказал мне следующее. Я помню некоторые разговоры о дальних землях, когда они были обнаружены в Майнкрафт. Припоминаю также пост на Фейспанч со скриншотами, но я посмотрел и не могу найти этот пост снова. Так что либо у меня что-то с памятью, либо скриншоты пропали. Честно говоря, я не думаю, что верю в то, что кто-то видел их или уходил так далеко в то время. Когда-то были случаи использования эксплойта со свободной камерой, который был активен около 24 часов в один момент, и несколько человек использовали его для телепортации на миллионы блоков. Я думаю, что даже к самой границе мира. Но к тому времени дальних земель уже не существовало. По идее, эти области должны были быть созданы до сентября 2011 года? В общем, я сомневаюсь, что эти чанки когда-либо вообще были сгенерированы. Вот всё, что сказал XCC2. CGT Dream, старый игрок 2B2T и, возможно, самый большой энтузиаст по части далёких земель на сервере, сказал это. Дальние земли были созданы, но координаты потеряны в истории. Я точно знаю, что они находятся в отрицательно положительном квадрате, как подтвердил сам Хаус, когда координаты скинули в чат около 2013 года. Я провёл большую часть 2014-го в поисках, их в одном квадрате, где они упоминались, но безрезультатно. Я всё ещё нахожусь здесь, и я нашёл несколько старых туннелей, которые я никогда не встречал раньше, но я ещё не исследовал их все. Возможно, кто-то или группа людей должны потратить некоторое время, чтобы исследовать регион и посмотреть, что из этого получится. CGT Dream также дал некоторую дополнительную информацию, и кажется, что первоначальные доказательства были утеряны. Но теперь, выслушав давних игроков, мы собираемся исследовать те доказательства, которые у нас есть. Так что давайте посмотрим на первое изображение, которое было загружено в альбом на собреддите 2b2t несколько лет назад. На картинке вы можете видеть чанки дальних земель и сообщения в окне чата. Скриншот был сделан на клиенте Вёрстхак. На следующем фото, по всей видимости, гигант, который находится в ловушке из бедрока, сделанный игроком. И на третьем фото мы видим крупный план Бедрока, где гигант уже пропал. В описании говорилось, что автор случайно убил его, включенный аурой убийства. Больше в посте ничего не было. Ну а теперь сразу несколько пунктов. Во-первых, не указано никаких координат. Если вы хотите доказать, что далекие земли существуют на сервере, то нужно также опубликовать координаты, чтобы кто-то другой мог их проверить. Во-вторых, всего лишь одно сообщение в чате. Это было бы очень легко подделать. Здесь нет обычных для 2b2t сообщений о смерти игроков, что уже гораздо сложнее как-то подстроить. Здесь нет табскрина с игроками, показывающего, что это именно 2b2t, что было бы самым простым способом доказать подлинность скриншота. Теперь к следующему скриншоту. Конечно, хоть бедрак и не был официально доступен как обычный предмет, игроки в прошлом могли нелегально его получить и построить что-то. Но гигант заставляет меня сильно сомневаться. Никогда не было доказательств того, что неиспользуемые мобы, такие как гиганты или зомби-лошади, были на 2b2t. Конечно, у сервера были многочисленные бэкдоры в прошлом, но мы бы увидели этих мобов, если бы это было возможно. Я имею ввиду, что помню, как где-то в 2015 году пирабайт спаунил гастов при помощи яиц, чтобы защитить аванпост гнева во время третьего вторжения. Я повидал много, но не гигантов. И еще, заметили, что у игрока случайно была табличка, когда он наткнулся на эти чанки. Скорее всего, он просто поставил их в креативе и, переключившись на режим выживания, забыл их убрать. В общем, я думаю, что этот набор скриншотов фейк, как и весь остальной пост, одна большая подделка. Но дальше у нас скриншот, опубликованный совсем недавно на сабреддите сервера. Игрок утверждает, что нашел далекие земли на 2b2t. На самом скриншоте мы видим игрока, использующего взломанный клиент игры, который стоит рядом с чанками дальних земель, а также чат 2b2t в окошке. На первый взгляд, это фото определенно кажется более убедительным, но это легко опровергнуть. Во-первых, если вы увеличите масштаб, вы увидите блоки андезита, диорита и гранита, которые находятся внутри чанков. Эти блоки не существовали в 2011 году, так что чанки далеких земель просто не могли сгенерироваться с ними. Увеличив масштаб воды, вы заметите, что ее цвет меняется неестественно по прямой линии рядом с чанками. Из-за смены типов генерации мира в Майнкрафте в связи с развитием игры, самые первые чанки на 2b2t не сохранили свои биомы от ранних версий. Вот почему на вашем пути могут попасться пустыни, в которых есть снег, или леса, которые высохли и превратились в пустыни. Так что изменение цвета воды прямо рядом с этими чанками просто не могло произойти. Эта внезапная прямая линия, скорее всего, означает, что изображение было как-то обработано в редакторе. Ну и, конечно, нет никаких координат, поэтому никто не может проверить, есть ли такое место на сервере вообще. Еще раз, этот скриншот, конечно, может обмануть случайного наблюдателя, но в конце концов это точно подделка. Ну и, наконец, последний скриншот с доказательствами, который у нас есть. Он как раз-таки является самым убедительным. Выглядит немного темновато, не так ли? Давайте по-быстрому его осветлим. Это изображение было взято из одного из ранних 2b2t фейспанч тредов. В нем есть явное расслоение чанков, очень напоминающие далекие земли. Из-за того, что снимок взят непосредственно из треда фейспанч, это подлинный скриншот с 2b2t, который нельзя подделать. Хотя им может показаться, что он был сделан в далеких землях, на самом деле это уникальное повреждение чанков, которое происходило на 2b2t при использовании одного из старых эксплойтов с лодкой. Если передвигаться по воздуху на лодке слишком быстро, новые чанки могут иногда подгружаться лишь кусочками, что и дает им эту странную расслояющуюся форму. Эти искажения очень похожи на те, что наблюдаются в далеких землях, поэтому становится понятно удивление игроков, увидевших это. И пускай эти странные чанки очень похожи на то, что нам нужно, это не далекие земли. И в целом это все фотодоказательства их существования, которые у нас есть. После всего того, что мы сегодня рассматривали и обсуждали, какой же будет вердикт? Существуют ли далекие земли на 2b2t, основываясь на том, что мы знаем и какие доказательства имеем, я скажу, вряд ли. Не то чтобы невозможно, но очень маловероятно, что эти чанки были сгенерированы вовремя. Единственный способ, который я вижу, что кто-то использовал Travel Exploit во время этой возможности в бета-версии. Это может навсегда остаться тайной, но в этом-то вся и прелесть. Только на 2b2t может быть городская легенда вроде этой. Теперь же, если именно ты хочешь найти ответ на вопрос, реальны они или нет, ты всегда можешь зайти на 2b2t и присоединиться к CGT Dream'у и его охоте на дальние земли, где-то за 12 миллионов блоков от спауна. И кто знает, может быть именно ты будешь тем игроком, который их найдет, а заодно станешь легендой 2b2t в процессе, а так, в общем, ничего особенного. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, нажимать на колокольчик и писать комментарии. Также вы можете помочь развитию канала, порекомендовав мои видео друзьям. И еще, переходите на канал автора, отблагодарите его лайком и комментарием за проделанную работу, передавайте ему от меня привет. Перевел и озвучил Сайфер. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok